Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Малик. Мы продолжаем с вами изучение арабского языка. И не забывайте подписываться, делиться со своими родными, близкими, знакомыми, комментировать, задавать вопросы под видео. У нас сегодня Аль-Мауду Саби Ашар, то есть 17-я тема, Харфу Сад. Тема этого урока, буква Сад. И здесь будут встречаться у нас слова с этой буквой. Аль-Келиме Туль-Дяди, да, новые слова предлагаются. Сура Туль-Ихляс, да, то есть Сура из Корана, Сура Аль-Ихляс, то есть искренность. И Мухлес, искренний, преданный, может быть, честный, да, в зависимости уже, вот, контекст. Здесь и здесь мы видим букву Сад в составе этого слова. Или этих слов. Первое слово, которое у нас предлагают, это слово Сабахун. Сабах – это утро. И мы видим первую букву этого слова, букву Сад. И как она пишется, да, когда мы видим вот эта буква в отдельности, у нее есть такой хвостик, который опускается вниз, ниже строчки. Когда же в начале соединяется следующим Харфом, да, то уже этот хвостик не опускается. Он на строчке. Сабахун – утро. Сабахуль хайр. Сабахуль хайри – дословно утро, благо. Да, утро, благо – это выражение использует в значении доброе утро, как приветствовать. Да, доброе утро. Сабахуль хайр. То есть, по сути, такое выражение, как приветствие, и в то же время идлафа. Следующее – это Ассохов. Ассохов – это множественное число от слова Сахифа. Сахифа у нас была, это газета. Ассохов – газета. Здесь мы видим, что буква Са соединяется и с предыдущей буквы, и с последующей. И, в принципе, различие с предыдущим написанием только вот эта соединяющаяся линия. Ассохов – газеты. Значит, множественное число здесь нужно запомнить. То есть, это неправильно множественно. Его нужно просто запомнить. Предложение. Гал-кар-та-ссоху-фа. Гал-кар-та-соху-фа. Гал-кар-та-соху-фа. Гал-кар-та-ссоху-фа. Если бы здесь стояла точка и не было гал-кар-та-ссоху-фа. То есть, ты читал газеты. Было бы повествовательное, утвердительное предложение. Но здесь мы видим гал-кар-та-ссоху-фа. А ты читал газеты? То есть, вопрос. Переходим к следующему. Это слово мух-кле-сун. Здесь мы видим уже букву сад. Несмотря на то, что соединяется впереди с предыдущей буквы. Так как это буква лям, и она с ней легко соединяется. Она в окончании, уже в конце слова. Нету других букв. Поэтому хвостик уже возвращается в свое обычное место, опускаясь ниже строчки. Также не забывайте, что буква сад, она твердая буква. То есть, это не син, не мух-клес, а мух-клес-сад, твердая буква. Мух-клес, как я уже говорила, это искренний, честный, верный, преданный, может быть. То есть, такие значения у этого слова. Хо-ли-дун, здесь почему-то одна гласовка. Хо-ли-дун, мудэр-рисун мух-клесун. Хо-ли-дун, хо-ли-дун, учитель, да, то есть хо-ли-дун, учитель, да, то есть хо-ли-дун, но здесь есть добавка к нему, определение, какой же он учитель. Мух-клесун, то есть хо-ли-дун, можно сказать, честный учитель, да, или как бы отданный своему делу. Так вот, хо-ли-дун, мудэр-рисун мух-клесун. Слово мух-клес является сифой к слову мудэр-рисун, полностью с ним сочетается. Род у нас мужское, число единственное, неопределенное состояние, и поддержка уже совпадает, да, то есть они вот полностью совпадают. Смотрим дальше, это аль-ихляс. По сути, они, вот предыдущее слово и это слово, это слова из одного корня. Аль-ихляс, да, корень у этих слов одинаковый. Тоже сад у нас в конце, но предыдущая буква перед ней альф, поэтому мы видим, что сад как бы стоит в такой позиции отдельной, потому что последняя буква в слове не имеет последующую, да, и предыдущая с ней не соединяется. Таким образом, она получилась как бы такая, стоит рядом, но отдельно от всех. Аль-ихляс, это уже искренность, преданность, верность, да, вот эти значения. Вот, и как вначале я говорила, это название суры. Сурату-ль-ихляс, кулу в Аллаху ахад, да, то есть это называется, это сура многим известная, да, называется аль-ихляс. Халь-кара'та сурату-ль-ихляс, да, опять же, халь, мы видим вопрос. Кара'та, ты читал сурату, что? Суру, какую аль-ихляс? То есть ты читал сурату-ль-ихляс, вот эту искренность, да, то есть здесь вопрос, потому что вопросительный, вопросительный знак, во-первых, интонация, и впереди стоит халь, что подсказывает нам, что это вопрос. Далее у вас идет сура алясар, здесь у нас встречается буква салат, поэтому ее предложили. Также написание, разные формы буквы салаты, вы их прописываете себе, учитесь правильно прописывать, да, чтобы не отрывать. Покажу вам, ну, один раз, чтобы, возможно, у кого-то сложности с этим, то есть если у нас буква салат, мышкой писать не очень удобно, но, тем не менее, как получится, да, во-первых, она на строчке, идет как капелька, хвостик чуть-чуть опустился, закончили, и вверх, и идем вот так, да. То есть важно, что вот эта вот часть лежала полностью на строчке. Когда она соединяется, мы как бы соединяем, так как здесь написано, чуть-чуть маленькая получилась, вот эту часть можно чуть больше сделать, маленькая получилась. И здесь будет то же самое, как в предыдущем, только хвост мы опустим, да. Заканчиваю, поднимаю вверх, и уже этот хвостик у нас опускается. И в отдельности уже, конечно, нету соединительного линия, просто мы пишем эту букву салат. То есть это написание, рассказка вам этой буквы, как бы напоминание. Следующее упражнение у нас «Экрауактуб», то есть прочитай, напиши. Конечно, обращай на артикуляцию этих слов, так как буква достаточно, ну, может вызывать сложности, поэтому прочитаю, чтобы вам было удобнее произносить. Наср, курс, сабир, садик, масырь, насырь, насырь, нусус, кусур, сагырь. Сагыр, это маленький как раз вот, по-моему, у нас было, возможно. Далее, сундук джадид или сундукун джадид. Садик, 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 сабрун, жамил. Сабрун, жамил. Сакр, кабир. Садака, валид. Сада-ка-валид. Сабера-самир. Сама-сабир. Саля-садик. Здесь обязательно прописывайте и проговаривайте, чтобы отличалось как минимум от буквы Синь. Например, слабая Ра-самир. То есть не сламир, а мягкая уже. Далее предложение у нас, опять предложение, упражнение у нас на артикуляцию схожей буквы Синь и Садь. Эти двух букв. Тоже их прочитаю вам. Вы слушайте и повторяйте, тренируйтесь. Похожие слова или с похожими буквами. Сайфун-сайфун. Сама-сама. Ясуму-ясуму. Харис-харис. Сабера-сабера. Масрур-масрур. Ясир-ясыр. Лист домой можно, да, прочитать. Саля-саля. Масхуб-масхуб. Масир-масыр. Харис-харис, это я уже читала, помню, да. Далее у вас нужно подчеркнуть, или вернее, выписать номер слова, в котором есть буква САД. Да, как в примере, например, САМА-сама-сама, буква САД есть во втором слове, поэтому здесь мы видим цифру 2. Ну и также смотрите и проговариваете остальные слова, и ищите эту букву. Следующее. Вы уже выписываете слово и говорите, какая буква там есть. Буква САД или СИН в отдельности, да, ее выписываете уже в полной форме. То есть вот она, например, САХА, мы видим САД в форме в начале, но выписано полностью. САРИР, то же самое в начале, но выписано полностью. СИН. Все слова, таким образом, выписываете букву, которую там найдете. Следующее. ИКРАЛАКТУБ. Тоже читайте и прописывайте. Еще раз продиктую, прочитаю это, чтобы вам было легче эту букву учиться произносить. САМА, САМА, САЛЯ, МИСМАР, САРА, МЕСЖИД, СУФУФ, САМИН, САРИР, СУХУФ, СУР. Это были у нас упражнения, и на этом у нас завершается сегодняшний урок. Благодарю за то, что были со мной. С вами была Ум МАЛИК. Не забывайте задавать ваши вопросы, комментировать, писать, что бы вы хотели узнать, например, какая-то тема может, или вопрос по какой-то теме у вас возникнет. И, конечно же, вот в рамках этого курса по камене, из тех слов, предложений, которые приходили. С вами была Ум МАЛИК. Джизак Малагу Хайран. Ассаляму алейкум. Варахматуллахи. Ва баракату. Варахматуллахи. Варахматуллахи. Варахматуллахи.